Развитие личности невозможно без умения высказать свои мысли и чувства, считают эксперты. Именно книги во все времена помогали людям расти. А еще чтение – лучшее лекарство от депрессии и скуки, говорят психологи. Софья Косолапова – одна из участниц окружной олимпиады по литературе. Своим любимым произведением назвала роман «Война и мир». В интеллектуальных состязаниях девушка участвует регулярно, не раз становилась победительницей. И в этом большая заслуга педагогов, говорит она. Образовательная система, в принципе, она может дать очень большую базу знаний, но только в том случае, если ученик сам придерживается этой системы образования, если он действительно работает, идет навстречу данной системе, тогда все получается. В век современных технологий возросла роль гуманитарного развития человека. Сегодня необходимо читать больше книг, говорят педагоги. Школьникам нужно не просто знакомиться с шедеврами литературы, но и иметь собственное мнение. Мне очень нравится литература, она правда мне близка по духу. Я очень люблю произведения Грибоедова «Горе от ума». И, наверное, это произведение меня и вдохновило изучать литературу более на высоком уровне. Олимпиаду по литературе в масштабах России начали проводить с 1995 года. Воспитание любви к изящной словесности, расширение кругозора, умение переносить мысли на бумагу. Русская литература всегда служила развитию человека. И если участие в этой Олимпиаде не принесет победу, то опыт школьники получат колоссальный, уже на этапе подготовки. Готовились всеми способами. Читали специальную литературу с теорией, читали книги, опирались на собственные знания какие-то и жизненный опыт. В региональный этап Олимпиады по литературе, набрав необходимое количество баллов, прошли три школьника. Педагоги возлагают на них большие надежды. У девушек есть все шансы победить и пройти на заключительный этап. Вам предстоит честь защищать наш город, принять участие в региональном этапе. Мы вам желаем удачи и всего самого хорошего. Итак, впереди пять часов. За это время нужно выполнить десятки заданий. Но это еще не все. Завтра, 24 января, состоится второй тур Олимпиады по литературе. Результаты регионального этапа, точные сроки мы вам не можем сказать, потому что Олимпиада вообще заканчивается с 7 февраля. Затем Департамент образования делает приказ. И на основании приказа нам будут известны, кто является победителем, а кто призерами. Напомним, губкинские школьники защищают честь нашего города по восьми предметам. Ближайшая Олимпиада пройдет в ноябрьске по ОБЖ. Участие в подобных состязаниях открывают перед школьником серьезные перспективы, говорят эксперты Олимпиадного движения. С этого года победители снова имеют преимущество при поступлении в вузы и колледжи. Юлия Головина, Сергей Макарчан. Новости Губкинского. Юлия Головина, Сергей Макарчан.